Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия» в студии Дарья Тендит. Сегодня день защиты детей. С прекрасным праздником лета всех детей поздравляет голова Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов. Дети – это наше будущее, наша главная надежда. В них заключены безграничные возможности и потенциал, способный изменить мир к лучшему. Их защита в обеспечении благополучия является основными задачами каждого общества. Международный день защиты детей дает нам возможность взглянуть на наши достижения в этой области и подумать о дальнейших шагах, чтобы обеспечить каждому ребенку всестороннее развитие и безопасность. Дорогие дети, родители, бабушки, дедушки и, конечно же, наши дорогие учителя и воспитатели, желаем вам крепкого здоровья, благополучия и добра. Пусть детство наших детей будет беззаботное и счастливое. Сегодня во всех городах и районах пройдут празднично-культурно-развлекательные программы для детей. А в амфитеатре Черкеска состоится Северо-Кавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». Приглашаются все желающие. На базе республиканского МДРС в Учки-Кене прошел круглый стол на тему «Государственная поддержка семьи, основные формы и их значимость в современном обществе». В мероприятии приняли участие видные религиозные деятели нашей республики и СКФО, представители органов государственной власти и сотрудники высших учебных заведений. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сегодня необходимо понимать, насколько эффективна поддержка государства и религиозных организаций. Темы выступлений касались духовно-нравственных ценностей традиционных религиозных конфессий, роли семьи в формировании мировоззрения детей – ключевых направлений государственной поддержки семьи в России. Круглый стол был организован Координационным центром «Мусульман Северного Кавказа» за духовенством республики при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Наши религии эти ценности как раз и утвердили, и распространяют, и заботятся о них, об этих ценностях. Но то, что мы сегодня действительно слышим и видим в медиа в основном, и слава Богу, что только в медиа, то, что творится на Западе с институтом семьи, как он усиленно разрушается, это приводит в шок и трепет, и, соответственно, религиозным деятелям не остается ничего, кроме как уже перейти на пропаганду действительно не столько от религиозных, сколько именно семейных взаимоотношений, ценностей. Основные ценностные ориентиры закладываются с детства в семье. В поддержке семьи и семейных ценностей сегодня важную роль играет государство, и поэтому необходимо просвещать общество в этом направлении, отмечают представители Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа». Цель данного мероприятия как раз показать, насколько наше государство, Российская Федерация, оказывает огромную поддержку семье, семейным ценностям, многодетным семьям. Известно, что, как известно, у нас в Российской Федерации функционирует на текущий момент национальный проект «Демография», в рамках которого оказывается огромная поддержка по пяти федеральным проектам, и в этом году Владимир Владимирович Путин утвердил новый национальный проект, который так и называется «Семья», и в рамках которого тоже планируется огромная работа. Соблюдение канонов религии и традиций наших народов позволит сохранить и создать крепкую семью. Поэтому очень важно, чтобы государство и духовенство совместно работали в этом направлении, отмечали участники «Круглого стола». Мы произошли от женщин и мужчин, и, соответственно, и в каждой национальности, то есть есть те традиции, адаты, которые испокон веков передавались нашими предками, соблюдать, сохранять и приумножать, развивать и беречь нашу религию. Вот те моменты, которые мы должны передавать нашим потомкам. По завершении «Круглого стола» участники приняли резолюцию, которую зачитал модератор мероприятия, директор республиканского мадресе Мухаммад Хаджи Иркенов. Поддержка семьи является важным элементом социальной политики государства, направленным на обеспечение благополучия детей, поддержку родителей и укрепление института семьи. Второе. Важно продолжить развивать и совершенствовать механизмы государственной поддержки семьи. Также в резолюции было отмечено, чтобы религиозные деятели вели активную работу, направленную на укрепление традиций российских духовно-нравственных ценностей, ведение открытого диалога между государством и обществом. Али Ханып Шоков, Зумрат Гербекова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем выпуск. Какие услуги оказывают подразделения вневедомственной охраны, об этом и многом другом расскажет гость программы, офицер вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии, младший лейтенант полиции Азамат Напшев. Добрый день, Азамат Мухамедович. Сегодня наша встреча проходит в рамках ведомственной телерубрики «В гостях у Росгвардии». Вы являетесь инспектором группы организации охраны объектов вневедомственной охраны Росгвардии. Расскажите подробнее о задачах и обязанностях сотрудников веренного вам подразделения. Наше подразделение, своими словами, является службой. Мы отвечаем именно за организацию охраны объектов, за деятельностью наших сотрудников, именно по организации объектов, по тому, как они их охраняют. Также наше отделение занимается именно сбором различной статистической отчетности по различным именно объектам для передачи их уже в вышестоящие органы. Осуществляет контроль за деятельностью филиалов люди, прошедшие специальное обучение, по экспертной оценке, у которых имеются свидетельства, подтверждающие данное обучение, принимают участие в межведомственных комиссиях по обследованию, категорированию объектов на их антитеррористическую защищенность. Туда входят именно, получается, объекты различной ведомственной принадлежности. Их проверяют по определенным постановлениям, к которым они относятся. Улицы городов и населенных пунктов Карачаева-Черкесии круглосуточно патрулируются росгвардейцами. Расскажите, как осуществляется деятельность групп задержания и какие объекты находятся сегодня под охраной Росгвардии? Объекты, которые находятся под охраной, в первую очередь, это объекты, подлежащие обязательно охране, в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Российской Федерации. Также, кроме этого, у нас под охраной имеются различные объекты. Это объекты муниципального образования. На них установлены, кроме кнопок с триборной сценаризацией, также осуществляется пропускной режим. То есть там также сидит сотрудник и следит пропускной режим о недопущении противоправных действий на данном объекте. Также хочу отметить, что в летнее время, когда идет приемка школ, наши сотрудники выходят на школы, на все общеобразовательные учреждения, где подключены тревожные кнопки, проверяют именно их работоспособность, проверяют техническую оснащенность данных заведений. На данный момент у нас почти все школы, еще не все школы, но многие школы республики подключены к кнопкам тревожной сигнализации. В случае срабатывания, ближайший экипаж, который находится территориально, в кратчайшее время прибывает туда и выясняет причину срабатывания данной тревожной кнопки. Если нет никаких противоправных действий, то это докладывается, все и осматривается объект. Азамат Мухаммедович, расскажите, пожалуйста, об оснащенности городского автотранспорта системой тревожной сигнализации. На данный момент у нас уже подключено 25 единиц общественного транспорта, к тому же мы подключили 9 единиц школьного автотранспорта. А вот что касается личного автотранспорта. Если, допустим, за пределы Карачао-Черкесии выезжает человек, и там у него возникает какая-то ситуация, где нужно вмешаться сотрудникам неведомственной охраны. При подключении личного транспорта с этой системой тревожной сигнализации, если вы покидаете пределы республики, в любом регионе нашей республики у вас срабатывает тревожная кнопка, то на нее реагируют именно непосредственно отделы группы задержания в того места, где вы находитесь. То есть им поступает также сигнал, они по системе ГЛОНАСС видят, где вы находитесь, и в кратчайшее время к вам приезжает экипаж группы задержания для оказания вам необходимой помощи. Также хочу пример привести, что по этой системе транспорт, который был подключен, не в нашем регионе, был общий сигнал, и этот автомобиль нашли наши сотрудники у нас в республике. Получается, что он был в угоне. Да. Эту систему могут подключить все желающие, у кого есть автотранспорт, вне зависимости от того, это новый транспорт или нет. Есть возможности даже автотранспорт, на котором нет системы ГЛОНАСС заводской, оснастить его с системой ГЛОНАСС и также подключить эту тревожную кнопку. Спасибо, Азамат Мухаммедович, за интересную беседу. До новых встреч. Я Абхаз, сын гор родных. Под таким названием в КЧГУ имени Умара Алиева прошла научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия. Организаторами научного форума выступили Республиканский и Абхазский государственный университет и Международное объединение Алла-Шара. На мероприятие побывал Алихан Лепшоков. Его творчество сыграло основополагающую роль в становлении и развитии абхазской национальной поэзии и культуры. Дмитрий Гулия был не только писателем и поэтом, но и активным общественным деятелем, внесший значительный вклад в развитие образования и науки в Абхазии. Открывая конференцию всех участников, поприветствовал исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов. Он подчеркнул, что творчество Дмитрия Гулия является неотъемлемой частью духовного наследия народов Кавказа. Они будут уважением, высоким ценностям тех людей, которые оставили нам вот этот след, завещали. Я вижу, что абхазская культура, абхазско-абазинская культура в языке абхазском, в абазинском языке, и наша кавказская культура, она будет жить и радовать весь мир своими достижениями. Большое вам спасибо. Студенты КЧГУ и Абхазского государственного университета читали стихи Дмитрия Гулия. Также участники представили доклады, освещающие различные аспекты творчества абхазского поэта, его поэтическое и прозаическое мастерство. Представители абхазского вуза отмечали, что подобные конференции позволяют обменяться опытом между вузами. Обмен поколениями, связи между поколениями – это одно из основных стержней сохранения родных языков и родной культуры. Поэтому старшие, средние и подрастающие поколения в одной аудитории, в одном мероприятии присутствовать, услышать друг друга, перенять опыт – это одним из главных шагов является. Огромный вклад Дмитрия Гулия внес в становление абхазского языка. Он был первым, кто издал букварь в 1892 году. Собравшись, отмечали, что эта конференция позволяет сблизить научную интеллигенцию двух республик и способствует познанию культуры, литературы народов, проживающих на Северном Кавказе. Данная конференция, которая сегодня прошла, приуроченная к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулия, она на самом деле имеет очень важное значение. Причем не только важное значение в взаимоотношениях между абхазинами и абхазами, а вообще в взаимоотношениях двух государств, двух республик – республики Карачаева-Черкесия и республики Абхазия. Это взаимообмен опытом, это новые знакомства, это сближение на уровне научной интеллигенции, которое может привести к хорошим каким-то последствиям в плане сотрудничества, в плане общего развития. Это прекрасная возможность познакомиться с деятельностью вашего вуза и найти новых друзей, отмечает студенты Абхазского университета. Хочу сказать, что конференция очень познавательная. С каждым годом все интереснее и интереснее, и как бы и познавательнее. Хочу поблагодарить всех организаторов данной конференции и хочу сказать спасибо за участие, за приглашение. По завершению мероприятия гостям из Абхазии вручили памятные подарки от университета. Алихан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»!